Привет, это Сингл, продолжаем выживать в Project Zomboid, и это история Нигана в прошлой серии. Я не помню, чем мы там занимались, если честно, только что помню, что автомеханику я вкачал на двоечку, и я хотел найти себе автомобиль. Автомобиль, такс. И знаете, что я вам скажу, уважаемые товарищи легионеры? Я этим и займусь в этой же серии. В принципе, мне подойдет любая машина на первое время. На первое время подойдет любая машина, потому что, ну, я хочу добыть машинку и съездить в кое-какое место, и попытаться найти зарядку аккумуляторов. Вот, она не так, чтобы часто ее можно найти было бы, но попытаться стоило бы, конечно. Так, я винтовку забыл выложить, значит, ее давай на пузо. М1, вот этот вот. Так, машин я помню, что много было и по дороге здесь, и грузовые в том числе. Точнее, не грузовые, а вот эти тяжелые авто. Так, идите сюда, товарищи зомби. Есть же, есть же. Так, ты давай откисни, полежи по чиле здесь. А мне нужно забраться вот в эту машинку. Она разбитая, кстати. Разбитая, точнее, разбитая, закрытая. Так, вскрываю все двери. Тут туалетная бумага и батареечка. Батареек много не бывает. Так, шина тяжелая. Это хорошо, будем иметь в виду, что здесь есть шина тяжелая в отличнейшем качестве. Ну, в остальном, в остальном здесь сделать нечего. Здесь еще на парковку можно заскочить. Смотрите, вот красненькая машинка, вот эта вот. Пустая бутылочка, аптечка пустая, два брезента. Выглядит она, конечно, вкусная, она с ключами. Она еще и с ключами, как оказалось. Да, но аккумулятор севший. Давай-ка посмотрим. Может быть, мы найдем где-то аккумулятор более-менее новый. Канистра, вот, кстати. Канистра, это хорошо. Канистра, это хорошо. Будем топливо еще собирать. Так, закрытая. А вот тут открытая. И что, меня может не радовать. Угу, понятно. Туалетка. Так, вот эту машинку еще сейчас чекнем. Шина стандартная, шиномонтажный насос. Карты. Ну и все, здесь больше интересного ничего нет. Здрасте. Все в порядке, офицер, не переживайте. Читы не офицер, хрен его знает. Патрульный обычный. Так, это забираем. А тут, кстати... О, подожди-ка. Тут скорую я же помечал, да? Вот скорую я и хочу в будущем восстановить. Чтобы это самое... Чтобы с кайфом кататься. Но нужно найти аккумулятор. 100%. Я бы даже сказал, 1000%. Топлива здесь нема. И здесь еще и пустая бутылка. Так, а эта машина внули, но ушатанная. Да, тут даже... Ключ от тачки есть, но... К сожалению, увы и ах. Так, закрыто. Моя маленькая. Я тебя восстановлю полностью. Вообще настолько, насколько это будет возможно. Но сначала докачаю автомеханику до приемлемого уровня. Чтоб ее можно было начать восстанавливать и особо не париться. Еще канистра-то ты шо? Бечевка. Слушайте. Ну, с канистрами тоже, видимо, проблем никаких не будет. Ну, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, то аккумуляторы можно найти в багажниках. Причем мне очень часто они раньше попадались. Прям очень часто. Мега часто даже, я бы сказал. Пересаживайся. Так, интересного ничего. Ящик для инструментов. Вот это мы возьмем. Вот это все мы возьмем. Две пачки гвоздей. Круто. Не иначе. Так, здесь авто я больше не вижу. И там надо, получается, к общежитию бежать. Там на парковке были машины, но я их не все смотрел. Далеко не всех. На, это тебе по голове держи. Естественно, эта машина закрытая. Нифига себе. Я что-то такого, кстати, очень редко когда вижу, когда эта машина бывает открыта. Видимо, повезло. Так, разбирай вот это, разбирай вот это. С кинопленкой ничего нельзя сделать. Она вообще считается как мусорный предмет. Такс. Да, вот так давай выкладываем. По-моему, да, еще вот эти темы я выложил. Так, с этой машинкой понятно. Фургончик красивый черный стоит. Ой, еще тяжелая шина. Слушайте, у нас с резиной, в принципе, тогда проблем не должно быть никаких вообще. В будущем. Бей. Кстати, забываю смотреть топливо. И вот тут не так уж и много. И заправки здесь. А, заправка здесь есть. Что это я? Я совсем забыл. Про это дело. Слушайте, ну если я аккумулятор не найду, здесь вообще никакой аккумулятор. Нет какой машины. То, в принципе, делать-то будет нечего. Так, вот это не на фул. Закрыто. Ломай кабину. Пересаживайся вперед. Открывай багажник. Двери открывай. Понятно. Все предельно понятно и ясно. Тут тоже предельно понятно и ясно. Все на свете. Спички. Тут еще, кстати, ключ от нее же есть. От нее же есть ключи. На связку давай. Мало ли я захочу такси восстановить. Машинка красивая. По сути своей уникальна. Хотя их и так очень много в мире можно встретить. Выглядит классно, особенно когда она целенькая полностью. Зомби там, кстати, в той стороне были. С ними тоже надо будет разобраться. Сейчас только синенькую чекну. Если я не смотрел ее. Я ее не смотрел 100%. Еще канистра. Что ж ты будешь делать-то? Кстати, это давай слей одно в одно. Не надо нам вот этих вот перегрузов. Пустую бутылку давай сюда тоже. Винтовку, наверное, тоже прячь. Канистру-то давай тоже туда же. Туристический рюкзак 2 килограмма он весит. Зачем я его ношу просто в инвентаре? Я даже и не знаю. И вы, наверное, тоже не знаете. Кто-то скажет, Максон, а действительно, а зачем ты это делаешь? Зачем ты носишь именно вот так? А я вам не отвечу. Так, пустую бутылочку сюда. Мусорный пакетик давай сюда. Закрыто. Это ненадолго. А то я вперед сел. Зажигалка. Ну что, машинка, на тебя надежды есть, кстати. Надежда на изоленту. Такое себе. Ну, топливо. Тоже капля, да? Тоже капля. Ныкай. Бей. В гаражах еще часто можно найти аккумулятор. Но я, кстати, не знаю. А есть вообще здесь гаражи хоть какие-то? Не так уж их и много. Но это даже и не гаражи. Это какие-то сарайчики. Что мне бегать в сарайчики чекать? Это, кстати, я смотрел. Тоже такое себе удовольствие, да? Ходить по этим сарайчикам. И далеко не факшу найдем. Хотя шанс есть. У меня исключат этой машинки. Правда, далеко не факшу внутри что-то. Внутри действительно нихрена. Нихрена себе, ничего себе. Так, стандартная шина. Внутри я, видимо, уже проверял все. Вот эту не проверял. Скотч. И багажник открывай. Канистра еще одна. Сколько можно? Сколько... Ого! Здрасте. А ну-ка идите сюда. Балбесычи. Красиво же. Красиво не иначе. Это еще не все, да? Умер без анимации, видели? Настолько ему больно было. О, пожарные вилки. Целые экста. Чине. Нет, нет, конечно. Здравствуйте. Что, ну в камуфляжишь полностью или что? Так, я бы такой, чтобы покушать что-нибудь хотел бы. Вы же не против меня? Да, вот городская рубашка, армейские штаны. Прикольно. Действительно прикольно. Так, а я внутри здесь, кстати, смогу что-то найти похавать? Определенно да, только непонятно где, правильно? В квартирка? О, кстати. Ага, да, конечно. Закатай губу обратно. Захотел ты похавать. Не люблю я эти все помещения ваши. Мне так страшно по ним ходить. Вот, кстати, и кухня. Кухня, на которой мышь повесилась, кстати. Вы сами видели. Я думал, ты сейчас закатишься вовнутрь. А нет. Не получилось. Ммм, персик испорченный. Мое любимое, кстати. Кушай. Понимаю, что такое себе. Что может сейчас подняться температура тела у тебя, но... Еще капуста испорченная. А что-нибудь вообще свежее будет? Какая-нибудь консерва там? Очень такое, что хотел бы, кстати. Вообще не отказался бы сейчас от чего-нибудь такого эдакого. Салями испорченную. Какое-то нищее общежитие на еду. Хоть что-то. Еще хоть что-то. Там кто-то вырвался, кстати. Слышали? Слышали, да. Я думаю, что слышали. Так, у нас, кстати, мало места осталось. Так, перекусили и ладно. Что там по весу у нас? Семьдесят восемь. В принципе, такое, что можно маргарин было бы и схавать, правильно? Грустненько, ничего страшного. Думаю, что неприятно себе тут и переживешь. А нам ведь надо транспорт. Ну, кстати, его за школу еще надо чекнуть. А ведь нам нужен транспорт. Как ни крути, блин. Еще и топливо есть. Так себе тут топливо есть, если честно. Так, снять. Добавить одно к одному. Целая канистра. Даже не ца. Целая, ровно, идеально ровно. Маловато топлива будет. Две канистры у меня получается всего, да, их? Угу. О, ключ от машинки. В смысле, это не от этой, что ли? От какой? Ё-моё, а! Ну ладно. Хрен с ней. Так, тут нифига нет. Вот это вообще закрытое. И без топлива. Топливо испарилось, получается, с баков. Тут есть топляк. Та вы шо? Две канистры целые? Три канистры целые? Серьезно? Та не шутка? Не шутка ли? Три целые канистры топлива набрали? Офигеть. А ну-ка, давай-ка её тоже в основную руку. Эти две канистры надо будет домой, наверное, занести. Я смогу же разбить стекло с канистры в руке? Да, смог. Смог. Конечно, сможешь, мах. Винтик накладывай только. Я же думал, любой предмет подойдёт. Всю жизнь брал какую-нибудь, знаете, ручку, ещё что-нибудь. И вообще никаких проблем не было. Вот канистры нельзя окно разбить, запомните. В реальной жизни вы, видимо, тоже это так работает. Так, побежали домой. И увидимся с вами после перемотки. Их, кстати, тоже надо будет снести. Так, я, в принципе, дома. Но тут есть один момент. Мне, наверное, никакие книжки не... Нет, реально, мне никакие книжки и не нужно читать. Так, время 19.20. Ложиться спать ещё рано, а идти прямо сейчас я не особо такое, что хотел бы. Вообще не хотел бы. Так, давайте, знаете, что сделаем? Пора бы мне уже, наверное, дробовичок с собой начать носить. Правильно? Правильно. Дробовик, карабин. Только не говорите мне, что у меня нет того самого дробовика, который я просто скипнул в каком-то из... Бля, сейчас такое... У меня такое ощущение складывается, как будто, да. Кого-то R1187 дробовик я не взял. А где я его вот находил, сейчас вот не вспомнишь. Не вспомнишь, и серии у меня выходят на неделю вперёд, и вы мне не подскажете. То есть, вот это видео, которое вот выходит, да, там уже на неделю вперёд обычно я заливаю. Да ё-моё, что ж ты будешь делать? Ладно. Ладно. Давай, наверное, хотя бы... Хотя бы M500, вот этот вот. M590 на 7 патронов. Так. Давай на слоинг. Use by an этот. Что там? Штык-нож нужен. Штык-нож у нас есть. Есть. Я думаю, что немал. Штык-ножа я не находил. Либо же находил, но он где-то... По-моему, я какие-то... Я, по-моему, все ножи нашёл, которые можно было бы найти. Посмотрим. Битые. Туристический, охотничий. Но охотничий, наверное, не подойдёт, правильно? Use by an этот. Надо именно... Штык-карь. Не, к сожалению, нет. Ладно. Не проблема. Сейчас ремень ещё возьмём. Винтовочный повесим. На нашу штуку. Ремней у меня тут хватает вроде как. Вот кожаный ремень для винтовки. Он подойдёт... Можно прикрепить к все длинные пушки. Вот. Вот так делаем. И теперь у нас получается дробовик весит меньше. 3,6 килограмм. А без неё... Без неё явно, блядь, больше. Так. Лучший нычок-бор уменьшает урон, но увеличит разброс. Нет. Улучшенные прицельные приспособления можно? Да. Можно. Что-то ещё там я хотел вроде как повесить. Что патронтаж у меня и так... А, держатель патронов. Патронтаж это другое. Эх. Так, Патрике, давай возьмем. Каллиматорный прицел. Каллиматорный прицел же, а не, нельзя. А не, нельзя. Прицел, стекловолоконный приклад можно? Постануть я бы такой, что вот кнопку. Да, можно. Он же что там делает вообще? Уменьшает вес оружия. Сейчас так 3,6 весит, а сейчас... 3,2. Вообще хорошо. Слушайте, вообще прекрасно, я бы даже сказал. Так, ну и всё, в принципе. Пойдёт, пойдёт такой сетапчик. Патрончики надо вот набрать. Хотя их у меня и не так уж и много на самом деле. Но всё же лучше, чем ничего. Так, вынимай вот это ещё. И на полу нема. То есть, патронов, коротища у меня не прям такие уж и много, правильно? 75 штук только. Ладно. Добивай так. В смысле, где остальные? Где остальные? Даже и не знаю. Так, это вызбранное. И вот это вызбранное. Ну всё, время 21.10, в принципе-то. В принципе-то руку перебинтовать. Бинтик наложить. И можно спадке ложиться. Спокойной табе ночи. Фляжку надо, кстати, заполнить. Сам воды сейчас попил и... Задумался об этом. Так, царапина и заражение. Отлично. Отлично. Так, дезинфицирующее средство. И бинтик накидывай. Так. Водичка здесь есть. В ванной. Бинты, во-первых, очищай. Воду набираю во флягу. Так, бинты вот эти. Сюда. Дезинфицирующее средство. Я такой, что, наверное, закину. Пусть будет. Мало ли, что я там ещё разобью. Какую-нибудь штуку, которую не нужно разбивать. В принципе. Так. Ну и всё. Можно двигаться. Двигаться дальше. Двигаться дальше. Двигаться дальше. Это, конечно, хорошо. Надо взять канистру. И на полу тут тоже канистра бензина лежит. Её, наверное, тоже сюда скину. Потом с этим всем делом разберёмся. Всё. Полетели. Полетели искать зомби. Пора немножко пострелять. Там по пути у нас вроде как попадалась одна стайка небольшая. Вот эта вот, например. Вот их можно вот так вот и сносить. Потихонечку, помаленечку я прям вот растрачивать все патроны не буду. Потому что буду я качать всё это дело на книгах. Кстати, нифигась, один выстрел. По сути, четыре выстрела, если сделать, то можно уровень поднять. Да? Так, ну вот на этого единичного тратить вообще не хочется патроны. Полетели в центра. Искать толпу. Так, вас, ребят, я попрошу отстать от меня. Бери дробовичок в руки и побежали дальше. Погнали, прям именно поищем. Помнится мне, я где-то вот здесь их видел. Да, кстати, вот они идут, собираются. В мега орду. Только где вы остальные? А, они где-то там. Вот давай крикнем. Сейчас ещё подойдут другие. Ну ты вообще лошара, конечно, ещё-то. Как можно стрелять с дробовика и убить только одного? Это даже не смешно. Вообще не смешно. Будут ещё какие-нибудь? Я ж там видел, там тусовалась. Нормально. Да, вот они, кстати, там и тусуются. Одна из парочек зомби. А то какие-то улицы прям тихие у вас. О! Вот там те, что идут, это прям хорошо. Идите, идите. Кто это у тебя торчит? Ёба, народ. Вот это что, извиняюсь за выражение. Что это у него торчит? Это где стрел? Серьёзно? А так бывает? А то я сейчас глухая получается. Подожди, мне прямо интересно, что это такое у него. Что это у тебя? Дробовик М500. А почему ты проткнутый? А-а-а! Я понял! Я понял! А так, а так, вивган. Вот. И теперь можно... А её, кстати, снять нельзя получается, да? Вот этот штык-нож. И что, оно как копьё используется? Ля, прикиньте. Век живи, век учись. Слушай, я, наверное, с этим дробовиком похожу. Юзган. А, его починить нельзя. Ну, это кег вообще. Так, ладно. Выбрось. Дробовик, кстати, в идеальном состоянии. Я заберу с собой его. Прям в идеальнейшем. Погнали в эти частные сектора. Посмотрим, авось там что-нибудь интересное. Найдём от кирка, лопата. Киркой деревья можно рубить, кстати. Мы, наверное, не знали. У, сварочная маска. Осталось лишь найти этот... Пропановую горелку, и всё будет чётко. А что там вообще? По инструментам там прям ничего интересного. И тут нифига интересного, да? Ну, ведро только что я заберу. Прожекторы нам не нужны. Пока что. Отстань! Это забирай. Кто где? Не дадут полутаться нормально, кстати. Ну. Хата забаррикадированная. Топливо даже в этой машинке есть. Что, может быть, она ещё и эта самая? С аккумулятором живым? Не-е-е. 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 Статок ноль. Никакого живого аккумулятора тебе, чел. Так, а где? Собственно... А, сарайчик я уже пробежал. Кстати, можно к нему обратно вернуться. Можно к нему обратно вернуться. И посмотреть, что ж там. Что от меня прячут? Вообще не... Опа! А вот и пропановая горелка. Всё. Мы теперь можем отныне начинать прокачивать... Начинать прокачивать ещё и газосварку. Ой, не-не. Главное, вы меня только не съешьте. Пожалуйста, лучше я с генератором в руках. Так, отлично. Выбрасывай генератор, подключаю его к сети. Топлива у меня нема. Есть у меня топливо. Так, заправляю его. И заправляю его. Ты решил со всех налить, да? Умничка. Умничка, ты просто умничка. Так, канистры пустые, давай сюда. Это выбрось. Такс, и я не буду сейчас включать генератор. Я не вижу в этом никакого смысла, абсолютно. Я предлагаю... Где там прицеливание? Вот, второй томик прицеливания почитать. Сейчас дочитаем. Уже спать хочешь? Ты шо, ты шо? Так, рано? Как-то рано. Как-то ты сегодня рано, родной. Так, и вот эти дела надо тоже сейчас будет выкинуть. Потом уже займемся сортировкой. Так, укладывай. Это возвращает дробовик пока что на землю. Но для меня реально это было удивление какое-то. То, что это так работает. То есть, то, что там есть еще какой-то штыкарь на этом дробовике. Интересная механика. Но да ладно, пошли спать. Так. У нас проснется ни свет, ни заря. А нет. Слушайте, нормально. 5 утра, все как я люблю. В общем-то, увидимся мы с вами уже в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах. Субтитры сделал DimaTorzok